Картофель Картофель – это второй хлеб. Но так было далеко не всегда. Ведь картофель появился в России чуть более 300 лет назад. На Руси аналогами картофеля на протяжении многих веков были репа и редька. Их запекали, варили, жарили, даже изготавливали на их основе самогон. Но этим овощам пришлось потесниться в начале 18 века, потому что на смену им как раз и пришла картошка. Есть мнение, что Петр I завез в Россию картошку и буквально заставлял соотечественников ее есть. Но он ли ввел массовую практику выращивания картофеля? То, что картошка попала в Россию через Европу, является правдой. Ведь туда ее, в свою очередь, завезли из Америки испанские конкистадоры. Находясь в Нидерландах, в конце 17 века Петр I заинтересовался картофелем и для расплода прислал мешок клубней в России. Так что миф как минимум частично верен. Первое время картофель считался диковинным экзотическим овощем. На дворцовых балах и банкетах его подавали как редкое лакомое блюдо, посыпая его сахаром, а не солью. Но настоящую популярность картофель обрел уже после смерти Петра. Достоверно известно, что в России картошку начали использовать для царского стола с 1730 года. Такой обычай ввела императрица Анна Иоанновна. По праздникам подобное угощение доводилось отведать и офицером гвардейских полков. С простыми людьми все было как раз непросто. Клубни отправлялись для посадки из Петербурга в Москву, а логистика и хранение тогда были в печальном состоянии. Поэтому картофель сильно страдал в суровых условиях российского климата, что сказалось и на размерах, и на вкусе картофельных клубней. Стало быть, до Екатерины Второй широких посадок этой культуры не было. А вот сегодня мы просто не представляем свою жизнь без картофеля, особенно жареного.